Самарская обводная дорога под контролем из земли и с воздуха. Новинка этого сезона – аэросъемка с дирижабля. Такая тотальная охота на нарушителей дорожного движения радует дисциплинированных водителей. Будет все фиксировать, будет меньше нарушителей. Руслан Габдулин из Башкирии. За рулем уже 20 лет. По российским дорогам колесит круглый год, рассказывает дальнобойщик. Но только в Самарской области больше всего сталкивается с гонщиками. После встречи с ними боится выходить в рейс. Бывали такие случаи. Холодный ход. И ноги тряслись, потом ехать невозможно было. Камеры на дорогах нужны, потому что нарушений много сейчас. Особенно встречный выезд на встречку, потому что плачевно потом оно оказывается. Теперь на лихачей найдут управу. Видеокамера с дирижабля фиксирует любое движение вокруг себя в радиусе километра. Подает сигнал на компьютер спецотряда Росгвардии, который укрылся в засаде. По рации они сообщают инспекторам ГИБДД на трассе номер и марку машины нарушителя. Постовые тормозят гонщика. Расплата, лишение прав на полгода или штраф 5000 рублей. Рецидивист будет ездить на общественном транспорте 12 месяцев. Нарушитель не в виде патрульного транспортного средства совершает данные нарушения, а уже через 3-4 километра уже подъезжая сюда, ну скажем так, его документируют. И уже, я думаю, если такая работа профилактически проводится, у нас же быстро все разносится, уже, соответственно, даже не видя сотрудников ГИБДД, лишний раз нарушитель сможет задуматься о, соответственно, нарушать ему или нет. Запрещенные обгоны или превышение скорости, распространенные нарушению водителей иномарок с мощными двигателями. Зачастую такие ралли на дорогах Самарской области приводят к роковому исходу, лобовому столкновению. Пару недель назад на трассе М-5 в районе Красного Яра в подобном ДТП погибла семья из 4-х человек. Чтобы предотвращать такие трагедии, областной ГИБДД совместно с Росгвардией при технической поддержке аэросъемки продолжит патрулировать основные трассы губернии. Елена Малютина, Сергей Кизуркин, Дмитрий Мешканцов. События.